Новый учебный год в новом здании встречают ученики коррекционной школы номер 37 в Новосибирске. Этого события здесь ждали давно. В чем уникальность этого учебного заведения, что министр просвещения России назвала его одним из лучших в стране. Более 10 километров идеально ровного дорожного полотна в объезд поселка Кочанево. Это действительно широченная дорога, пропускная способность по расчету более 15 тысяч машин в сутки. Это с лихвой перекрывает все мыслимые потребности на много лет вперед. За тем аншлагом особо охраняемая территория, заказни, где охота запрещена. А здесь, где я стою, это уже охотничьи угодья. Буквально несколько десятков метров и вон там уже за тем околком начинается другая страна – Казахстан. Вот и позади первая осенняя неделя. Пока многие новосибирцы плавно входят в рабочий ритм после отпусков, представители дорожной отрасли сдают в эксплуатацию отремонтированные и только возведенные объекты. Так, на минувшей неделе открыли движение по новому участку трассы Р-254 Иртыш в обход Кочанева. Таким образом завершили второй этап строительства и реконструкции 30-ти километрового отрезка дороги на Омск. Пропускная способность – 15 тысяч машин в сутки. Этого с лихвой хватит с учетом увеличения трафика на годы вперед. Дорога многополосная, с клеверными развязками. Стоимость каждого километра – около 140 миллионов рублей. С учетом инженерных решений и высокотехнологичных материалов полотно без проблем прослужит минимум 25 лет. В селе Решоты Качковского района готовят к воду около двух километров реконструированной дороги. Областное финансирование объекта – более 50 миллионов рублей. Самый большой участок – полтора километра отремонтируют на центральной улице Ленина. Вместо щебенки там укладывают асфальт. Параллельно в решетах ремонтируют другой участок протяженностью 700 метров. Подрядчик вскрыл старый асфальт и уже приступил к укладке нового. Толщину и качество покрытия скурпулезно проверяет специальная комиссия. О результатах дорожных работ на Ленинск-Кузнецком направлении или на трассе К-19 – следующий сюжет. Ленинск-Кузнецкое направление – 42-й километр межрегиональной трассы. Еще два года назад здесь была концентрация ДТП. Водители обгоняли друг друга, выскакивая на встречную полосу. Сегодня ситуация поменялась корень. Дорожную ширину увеличили. Устранили колейность, заменили дорожные знаки, обновили разметку. Но главное – на подъемах и склонах сделали четыре полосы. Подрядчик уверяет – на качестве не экономили. Использовали многослойное асфальтовое покрытие. В 13 километрах отсюда дорожники заканчивают укладку асфальта. Следующий важный этап – монтаж водоотводов, укрепление откосов и посев трав. Пока позволяет погода, работы идут в круглосуточном режиме. Машинист-асфальтоукладчика Сергей Германов отвечает за выравнивание горизонта дороги. Рассказывает, где грешит техника, нужны руки. Какая должна быть толщина, скажите? Здесь 6 сантиметров. Сколько? 5. 5 сантиметров. Уложены 6. А у каждого не 5. Руководство регионального Минтранса интересует, как дорожники соблюдают стандарты и технологии, чтобы сокращение сроков не отразилось на качестве. Стратегическая задача – строительство четырех полос от границы Новосибирска до восточного обхода. Это почти 44 километра. Сегодня порядка уже 2 миллиардов выполнения работ. И на 11 объектах из 54 работа уже на сегодняшний момент завершена. По словам главы ведомства, сейчас в Новосибирской области 85% межрегиональных трасс соответствует нормативам. До 2024 года вопрос с безопасными и качественными дорогами в регионе должен быть полностью закрыт. Отсчитались о проделанной работе и краснообские строители. В поселке ввели в эксплуатацию большой оздоровительно-спортивный центр, универсальные спортивные залы, 25-метровый плавательный бассейн переменной глубины, малый бассейн для обучения плаванию детей, зона активного отдыха и спорта, тренажерные залы, аэробики и хореографии, боксерский ринг, зал художественной гимнастики и скалодром. Все спортивные локации расположились на 14 тысячах квадратных метров, а посему и название соответствующее – «Армада». На ушедшей неделе впервые двери открыли и две новых школы в региональной столице. Школа номер 214 расположена в микрорайоне «Весенний» на Первомайке. Сегодня это самое большое общеобразовательное учреждение в области, оно рассчитано на 1250 ребят. Впечатляет и структура. Три спортивных зала, два актовых, большие столовая и гардероб. Учебное заведение закроет потребности жилмассива на много лет вперед. Жуланскую школу в Качковском районе тоже можно приравнять к новостройкам. Такой радикальный ремонт там провели. Всего за два месяца строители полностью заменили фундамент, систему отопления, электропроводку, пол, окна, сделали подвесные потолки, укрепили стены. Реконструкция школы обошлась областному бюджету в 40 миллионов рублей. Особенным минувший день знаний стал и для учеников 37-й коррекционной школы в Новосибирске. Учебный год они начали в новом долгожданном здании. Сегодня в 37-й коррекционной школе Новосибирска первый звонок особенно символичен. Здесь это не только начало учебного года, но и новой эпохи. Лучше слов говорят прошлогодние кадры. Здания довоенной постройки, приспособленная под школу, тесная. Последнее время уже не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Новая в три раза просторнее. Все находилось практически в одном помещении. То есть столовая, это у нас было и столовая, и конференц-зал, и актовый зал. Здесь школа очень большая и все супер. Настя говорит, даже не все кабинеты еще успела посмотреть. Впрочем, простор здесь не только в прямом смысле, но и для творчества, и для развития учеников. Тем более учатся здесь дети особенные, с нарушением слуха. Помимо стандартных классов, сенсорные комнаты, кабинеты логопеда, сурдолога, тренажерный зал, бассейн. Здесь выстроили программу непрерывного образования от детсада до обучения профессии. У нас лаборатория робототехники, программирование, электротехническая мастерская, где детей мы будем обучать основам электроники. У нас мастерская слесарная, столярная, оборудованная станками с ЧПУ, чтобы дети у нас получали первоначальные знания и по окончании школы могли уже свободно на любом предприятии работать на станках с ЧПУ. И самое главное, вся школа оборудована специальными звукоусиливающими устройствами. У педагога на шее передатчик. У ребенка приемник, благодаря которому он услышит речь учителя даже на расстоянии 20 метров. Новое здание строили в Складщину за счет городского и областного бюджетов. Вышло больше 650 миллионов рублей. Коррекционных школ такого уровня в стране единицы. Это, по словам министра просвещения России, одна из лучших. И в завершении тема образования. Новость для ребят, увлекающихся информатикой. В регионе стартует новый проект Яндекс.Лицей. Совместное детище российской интернет-компании и правительства региона. Для занятий выделят две площадки в детском технопарке и в областном центре информационных технологий. В лицей набирают учеников 8-9 классов. Им предстоит интенсивная двугодичная учебная программа. Занятия дважды в неделю. Большой объем домашней работы. За это время надо будет решить 500 различных задач. По итогам выпускники получают сертификат. Уже сейчас заявки подали около 300 человек. Отберут из них лишь 30. Время принимать работу строителей и в жилищно-коммунальной сфере. Более половины запланированных объектов в регионе сданы. Так, капитальный ремонт четырех домов завершили в поселке Верх-Ирмень. Цена вопроса 20 миллионов рублей. Крыша, стропила, проводка, трубы, окна. Обновления масштабные. Несколько десятков семей в Искитиме отпраздновали новоселье и тоже за счет бюджетных средств. При этом многим предоставили жилплощадь большую по сравнению с прежней. О ходе программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Следующий сюжет. Жители Искитима начали бросать свои дома. Только за последнее время сразу несколько многоквартирников опустело в северном микрорайоне и других улицах райцентра. В действии программа переселения из ветхого и аварийного жилья. В течение этого года 35 из Искитимских семей получили новые и уютные квартиры. Под расселение попали дома 40-х годов постройки. Место новой прописки микрорайон Южный. Один из новоселов Нина Кузьмич получила современную трешку взамен прежней. Причем с прибавлением жилплощади на 5 квадратных метров. Радостно за слез. На самом деле? Да. Я зашла и заплатила. И обои, и сигнализация сделана. Пинтуса, линолеум. Ну все сделано. Весь санфоянс новый. В этом году в Искитиме в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья построили пять домов. Многоквартирники рядом с основными инфраструктурными объектами. Микрорайон новый. В том году мы запустили сюда общественный транспорт. То есть сейчас сюда ходит автобус. Вот в этом году тоже, если обратите внимание, вот слева от вас, вот эта дорога, мы в этом году делаем по ней освещение. Люди заселяются, появляются у них потребности. Основная потребность это доступность для других социальных объектов. На самом деле здесь рядом недалеко и школы есть, и ЛДС рядом, и поликлиника рядом. Микрорайон обслуживает новая газовая котельная. Всего в этом году на расселение в Искитиме потратили более 70 миллионов рублей. Львиная доля средств из областной казны. Также среди лидеров госпрограммы Карасук и Бердск. Порядка полумиллиарда рублей это консолидированные финансовые средства за счет областного и местных бюджетов, которые задействованы в 2018 году на расселение с аварийным жилом. Порядка 100 многоквартирных домов мы расселяем в 2018 году. В этом году новое жилье для переселенцев покупают за счет средств областного и муниципальных бюджетов. Федеральное финансирование закончилось в 2017. Однако, по мнению экспертов, уже в январе будущего года правительство страны и его возобновит. Выбери фото. Издательский дом «Советская Сибирь» совместно с Молодежной избирательной комиссией Новосибирской области решили повторить фотоконкурс «Селфи-челлендж». Кроме того, организаторы расширили географию. Прислать фото на «Селфи-челлендж-2» может любой житель нашего региона. О призах и правилах акции расскажет Рута Келлер. Отличные отзывы о первом конкурсе подвигли организаторов объявить «Селфи-челлендж-2». Все, что необходимо для участия – это вы, ваше желание и фотоаппарат. Необходимо прийти 9 сентября на избирательный участок, проголосовать, сфотографироваться с избирательной символикой. Только никому не мешайте, пожалуйста. Затем выложить свою творческую работу в одну из социальных сетей – ВКонтакте, Одноклассники или Инстаграм. Но обратите внимание, ВКонтакте и в Одноклассниках есть группы «Селфи-челлендж-2». В каждой из этих групп есть фотоальбомы. Количество фотографий от каждого участника не ограничено. Вы можете принимать участие во всех абсолютно номинациях. Но выберем только одну. Свои работы участники фотоконкурса могут выкладывать и в Инстаграм. Важно не забыть поставить хэштег «Селфи-челлендж-2» и открыть страницу, иначе ваш снимок могут просто не увидеть. Дмитрию Казанцеву повезло. Его фото не только увидели, но и выбрали победителем. Я не надеялся, не знал, что я выиграю. Просто была идея снять ролик такой юморной, шуточный, как «Усатый в каске» пошел на выборы. Ну и пошли, ну а попутно еще и сделали «Селфи». А «Селфи» потом отправил и выиграл первый приз. В мартовском конкурсе участвовали больше двух тысяч человек. В этот раз организаторы решили расширить географию. Теперь ждут фото из разных уголков Новосибирской области. Подарков хватит на всех. Количество призов с прошлого раза увеличилось несколько раз. Тогда количество призов было порядка 20, сейчас порядка 100. И призы очень классные, начиная от мультиварки, заканчивая плазменными телевизорами огромными. Поэтому мне самому очень жаль, что я не участник. Но в жюри тоже быть очень классным и очень здорово. Оценивать жюри будет исключительно творчество и оригинальность фотографий. Если вам не удастся завоевать главный приз, не расстраивайтесь. Ведь участников ждет гарантированный подарок. Клубная карта «Мир кино». Комиссия отказывается от лайков в сети Инстаграм в большей степени и ВКонтакте, потому что есть такие сервисы по накрутке лайков. И сегодня, в этот раз, мы собираем комиссию, членом которой я являюсь. И компетентная жюри, уже вместе друг с другом совещаясь, выбирает несколько победителей. Как куратор я бы, например, особенно выделяла нестандартные ракурсы. Потому что сегодня мы часто делаем селфи, селфи на фронтальную камеру. И, может быть, участники, если будут более изобретательными, какой-то другой новый интересный угол выберут. Это будет классно. Селфи-челлендж – это конкурс, в котором нет призовых мест. Зато есть пять номинаций, и в каждой по 20 победителей. Поэтому шансы выиграть есть у каждого. А вот участвовать или нет – выбор за вами. Новосибирские физики-ядерщики вновь бросили вызов мировой науке. Не секрет, что ускорители или адронные коллайдеры очень велики в размерах. Например, длина установки в Церни почти 27 километров, что сопоставимо с крупным городским округом. И вот на ушедшей неделе наши ученые рассказали, как разместить схожие по характеристикам устройства на площади не больше футбольного поля. Чтобы разогнать протоны до скорости, близкой к свету, физики запустили ускоритель в плазменной среде. В плазме можно создать электромагнитное поле огромной напряженности. При первом эксперименте эффект ускорения увеличили сразу в 100 раз по сравнению с действующими коллайдерами, а энергию пучка протонов – в 1000. Результаты исследований опубликовали в журнале Nature. Вечер ученые ведущих европейских институтов уже заинтересовались идеей. И другая новость из ИАФа. Накануне в учреждении заблудился и пропал ребенок. Без паники. Это всего лишь сценарная линия фильма, которую снимает московский режиссер в Новосибирском академгородке. Научена популярная короткометражка, где расскажут о сложных физических процессах простым языком, понятным даже ребенку. Елена Мирошниченко со съемочной площадки. Больше пяти метров под землей. Обычно в этих стенах рождаются и разгоняются в коллайдере частицы. А сейчас здесь рождается фильм. Сцена инжекционная 2, кадр 1, дубль 1. По сюжету девочка Алиса отстает от группы экскурсантов и теряется в коридорах ИАФа. Сначала мир физики предстает перед ней в мистическом свете. Я сначала думала, что такие провода, машины бывают только в фильмах с спецэффектами и мультиках. Но потом Алиса находит своего дедушку. Он работает в институте. И тот открывает ей двери в мир науки. Как работает коллайдер? Как заглянуть внутрь атома? Повествование идет от лица девочки. Где она? Электронами стреляет! Разобраться в терминах ядерной физики помогают ученые. Режиссер фильма Татьяна Дрожжова, студентка в ГИКа и сама физик. Работала на Большом адронном коллайдере. Там-то и родилась идея снять это кино. Прежде чем начать съемки, пришлось переводить рассказы о сложных явлениях с языка физиков на простой, понятный даже ребенку. Сидела на ночных сменах на эксперименте Алиса, прямо на коллайдере, который находится. И второе на суперпротонном сентротроне. Это эксперименты на 61-шайне. Я ходила по этим ангарам и понимала, что это надо снимать. Это надо снимать в любом случае, потому что такие декорации Голливуду просто недоступны. Фильм назвали «Скрытое очарование». Не только потому, что звучит красиво. Короткометражное кино расскажет в том числе о грандиозном проекте физиков в суперчарм Тау-фабрике и частицах, которые с помощью нее будут изучать со скрытым очарованием. Есть такой термин в ядерной физике. Падронный коллайдер можно сравнить с топором, который просто вырубает новые частицы, в частности бозон Хиггса, и с помощью него собираются найти суперсимметричные частицы, ну, нечто новое такое. То электрон-позитронные коллайдеры можно сравнить со скальпелем. Они производят точные измерения. То есть, если там рождается бозон Хиггса, то мы максимально точно можем померить его параметры. В главной роли снялся и актер театра «Старый дом» Владимир Казанцев. Он сыграл дедушку Алисы. Режиссер признается, прототипом стал образ ее отца. Он тоже был ученым и также когда-то влюбил ее в науку. Это последний съемочный день. Дальше примерно полгода монтажа. Фильм можно будет увидеть не раньше зимы. Он появится в свободном доступе в интернете. И съемочная команда надеется. Так влюбленных в науку станет еще больше. Он давно перешагнул через пенсионный возраст. Однако и сегодня на тренировку под руководством Раиса Ильясова на помост поднимаются сотни юных спортсменов. В Новосибирском театре кукол готовятся к 85-му сезону. Нынче куклы заговорят на многих языках. Десятки тысяч новосибирцев взялись за ружья. Где в этом году больше дичи? Время делать выбор. На избирательных участках все готово. Подсчитаны бюллетени, поставлены печати. Везде украшения и баннеры. Но все же выборы губернатора это не только праздник, но и в первую очередь ответственный день. Александр Попов продолжит тему. Пожалуй, такое рвение. Пойти проголосовать можно было увидеть лишь десятки лет назад, когда на выборы шли семьями и друзьями от мала до велика. Потому что это важно, за кого голосовать, кто будет управлять областью и нами всеми. Поэтому пойдем обязательно. Мы всей семьей ходим всегда. Сегодня традиция возвращается. Старшее поколение по привычке называет этот день праздничным. Молодежь стремится изменить будущее. Впрочем, и тех, и других будут рады видеть на избирательных участках. Это могу я судить и по президентским выборам. Практически все сотрудники, которые были здесь, это порядка 200 человек, они пришли и подали заявление о включении в список избирателей. Ну и основное количество больных тоже не остались равнодушны к этому мероприятию. Я думаю, что и здесь точно так же. Потому что судьба области, в которой мы живем, конечно же, волнует всех. На участках кипит работа. В зале установлены видеокамеры. Поэтому за ходом единого дня голосования, помимо наблюдателей, может следить каждый, у кого есть выход в интернет. На каждой комиссии у нас предлагается по три камеры видеонаблюдения, которые предназначены для того, чтобы велась онлайн-трансляция, видеонаблюдение в день выборов. Выборы стали еще доступнее. Сибиряки, у которых имеется ограничение по здоровью, могли голосовать лишь дома. Так было. Теперь, благодаря инновациям, и это удалось решить. Передо мной лежит чудесный трафарет. С помощью которого я сама могу проголосовать. До 2008 года этого даже мечтать не могли об этом. Сейчас я прихожу на участок, вставляю сюда бюллетень, захожу в кабинку, сама читаю, выбираю кандидата, без помощи зрячего человека и голосую. Это очень важно для инвалида. Еще одна новинка – выборы там, где вы сейчас. Такой услугой новосибирцы могли воспользоваться, если на время голосования они будут находиться не по месту регистрации. Предоставленная законодательством возможность нашим избирателям голосовать не только по месту регистрации, но и по месту фактического нахождения. Для чего им необходимо было до 5 сентября подать заявление в любую участковую территориальную комиссию либо в МФЦ, либо через портал госуслуг, заявление, в котором необходимо указать номер участка, где они 9 сентября будут находиться. Уже завтра с утра наблюдатели, правоохранители, специалисты избиркома займут свои места. Школы, больницы, спецучреждения откроют двери, дав тем самым отмашку, что досрочные выборы губернатора начались. Накануне из Сирии вернулись врачи. Больше сотни военнослужащих в аэропорт Толмачева доставил спецборд военно-космических сил России. Медики работали в провинции Идлиб. Сегодня эту территорию называют последним оплотом боевиков, запрещенной в России организацией ИГИЛ. А значит, работы хватало. Операции в полевых условиях, сложности с поддержанием микроклимата в палаточных медпунктах. И хоть врачи не держат в руках оружие, не соприкасаются с боевиками и не ходят по минным полям, взрывы и стрельба рядом. За время командировки они помогли 6 тысячам жителей Сирии. Провели больше сотни сложных операций. Сейчас короткий отпуск. И уже скоро снова на службу, но на родине. И продолжение темы медицины. В текущем году в регионе откроют двери 27 новых фельдшерско-акушерских пунктов. На минувшей неделе журналистам презентовали ФАП в селе Аулбергуль Куйбышевского района. Здание с отдельными кабинетами и современным оборудованием. До этого около 40 лет врачи ютились в малоприспособленном помещении. Модульное здание площадью в 100 с лишним квадратных метров построили за 3 месяца. Стоимость объекта 10,5 миллионов рублей. Деньги выделили из областного бюджета. Прибавление в системе медицинской помощи произошло и в региональной столице. В Новосибирске открыли новое отделение интенсивного ухода. Теперь инвалиды всех возрастов с ментальными нарушениями смогут проходить реабилитацию в одном месте. На базе комплексного центра социальной адаптации. Пока коридоры нового отделения пусты. Первых посетителей здесь ждут на следующей неделе. Но все 25 мест уже забронированы. Теперь здесь смогут проходить реабилитацию и дети от 14 до 18 лет. Раньше были отделения только для маленьких и взрослых. Это отделение у нас является логическим продолжением той работы, которую мы начали в 2013 году в этом учреждении. Здесь уже работает отделение для детей до 14 лет. Поэтому это как бы вторая ступень, второй этап для того, чтобы дети могли не прерывать курс реабилитации. В новом крыле дети смогут жить весь курс реабилитации. Или просто отдыхать после процедур, а вечером уходить домой. Занять их в центре в течение дня есть чем. Тут и музыкотерапия, и рисование, адаптивная физкультура. Помимо, конечно, основных процедур. Массажа, ЛФК, физиотерапии и так далее. Здесь инвалиды-колясочники бесплатно получают весь комплекс реабилитации. Не только медицинской. Дети пришли, не умеющие не обслуживать себя, не соблюдать гигиенические навыки, не пользоваться, не владеть туалетом. А вот за время пребывания, допустим, если они не один год к нам ходят, многие научились и кушать самостоятельно, и овладели навыками опрятности. Появилась какая-то речь, улучшилось поведение. Они стали более организованы, соблюдают режим дня. Помогают здесь даже профессии освоить. Научиться ремонтировать обувь, ухаживать за растениями или работать за компьютером. В этом цехе ребята учат шить. Конечно, не сложные изделия, а скорее освоить основные навыки. Например, подшить брюки. Впрочем, если клиент находится здесь полгода и здоровье позволяет, могут сшить и более сложные вещи для подведомственных организаций. Например, вот этот халат сшили для пациентов психоневрологического интерната. Дипломы не выдают, но навыки лишними не будут. Стараются и на работу устроить. Новое отделение открыли по многочисленным просьбам родителей. Говорят, если будет необходимость, откроют подобные и в других учреждениях. В Красноярске проходят всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы олимпийского чемпиона Алексея Шумакова. Команду из нашего региона готовил заслуженный мастер спорта Раис Ильясов. Несмотря на то, что через пенсионный возраст мужчина перешагнул 14 лет назад, профессиональный спорт он считает не нагрузкой, а делом жизни. В 6 утра подъем. Зарядка, завтрак и любимая работа. У Раисия Петровича Ильясова, заслуженного мастера спорта СССР, весь день расписан по часам. Совещания с тренерами, встречи со спортсменами, осмотр залов, контракты, сметы, отчеты. И это в 74 года. Вот уже 14 лет он возглавляет Центр спортивной борьбы в Новосибирске. Считает это важным и нужным делом. Потому что и молодые тренеры, и мы их действительно где-то подскажем, где-то что-то. Хотя у нас тренеры все тоже мастера спорта. Ну, конечно, молодые, у них опыта, конечно, с нашим опытом не сравнить. Понимаете? Дело в том, что мы еще старые закалки, как говорится. Нас учили мэтры борьбы. Сегодня в этом центре тренируются 300 юных спортсменов. Самым маленьким по 10 лет. Каждый день Раис Петрович лично следит за ростом борцов. Общий язык с детьми находит легко. У самого две внучки. Младшую 1 сентября отвел в школу. Говорит, нужно повышать престиж детского спорта, чтобы мальчишки и девчонки мечтали стать выше, сильнее, быстрее. Ну, меня друг пригласил, Вука, он тоже тут занимается. Я хочу стать будущим шахматистом. Я шахматривающий занимаюсь. Сейчас задача руководства центра и тренерского состава достойно выступить в Красноярске на всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе. Отсюда поедут 8 спортсменов. Многие из них уже неоднократно прославляли Новосибирскую область. Что касается Раиса Петровича, то уходить на заслуженный отдых он считает пока рано. Раис Петрович, ну а как с силами-то? Энергия внутри есть? Силы и энергии есть. Пока здоровье есть, как говорится. Будем работать. В Новотибирском театре «Кукол» готовится принять первый международный фестиваль. Он соберет артистов из Парижа, Стокгольма, Прибалтики, Поднебесной и многих других стран. По словам работников сцены, нынешний юбилейный, 85-й сезон, вообще будет очень насыщенным. Премьеры для взрослых и, конечно, главных зрителей театра – детей. 85-й юбилейный сезон Новосибирский областной театр «Кукол» открывает благотворительным спектаклем. Дети из пяти коррекционных школ Новосибирска идут смотреть по щучьему велению. Лиза Раде в предвкушении. Сказку не читала, но про волшебную рыбу знает. Девочка – настоящий театрал. Лизе у нас очень нравится. Это ее стихия. Она у нас театр обожает. И, конечно, потому что это интересный театр. Благотворительные показы устраивает вместе с фондом «Новая жизнь». Приглашают всех желающих. Привозят детей даже из отдаленных сел. Кстати, не только в театр «Кукол». В другой раз у нас будет Новосибирский цирк, плюс театр «Муз-комедия», плюс зоопарк по погоде. У нас делается несколько акций. Начало года, Рождество, Новый год и так далее. Много интересного готовят в областном театре «Кукол» и не только в рамках благотворительных проектов. Новый сезон, обещают, будет насыщенным. В планах провести большой проект неклассных родительских собраний «Детки и предки». Это будет 9 мини-спектаклей. Подготовят и постановку про Вовку пожарного. Специально по заказу МЧС. У нас предпремьерная. Будет развернута здесь и техника пожарная, и в фойе будут у нас бойцы пожарные, охраны, которые будут своей амуницией здесь. И даже изъявило желание к нам приехать машина пожарная, старая немецкая, в которой пекут пиццу. 1 октября ждут артистов из Японии. Гастролировать будут и сами. В этом сезоне поедут в Тогучинский, Машковский и Болотнинский районы. А весной в Новосибирске соберутся лучшие театры «Кукол» в мире. На приглашение уже откликнулись артисты из Франции, Швеции, Эстонии, Белоруссии и Китая. Приедут и лучшие российские мастера. Это будет первый международный фестиваль. В честь юбилея Новосибирскому областному театру «Кукол» нынче 85. На границе с Казахстаном запахло порохом. Впрочем, повода для беспокойства нет. В регионе открыли охотничий сезон. А недалеко от границы с нашим южным соседом расположены угодья для любителей дичи. На праздники охота зависимых сибиряков, которых в регионе под 100 тысяч, побывала Светлана Антимонова. Анатолий Алексеев на родину в Карасук в первую субботу сентября приезжает каждый год, как по расписанию. Сегодня на озерах все его друзья и родственники. Начало сезона всегда ждут с нетерпением. Нынче повезло. Погода самая охотничья. Во-первых, ветер. Камыш шевелится. Утка пугается, взлетает. Ветер, дождик. Лететь быстро не может. Она летит медленно. Только выцеливает, стреляет. Пять уток за зорьку – это норма. А потом непременно шурпа. Жена велела домой птицу не везти, съедать на месте. За тем аншлагом особо охраняемая территория – заказник, где охота запрещена. А здесь, где я стою, это уже охотничьи угодья. Буквально несколько десятков метров. И вон там уже за тем околком начинается другая страна – Казахстан. На границе заказника по кустам прячутся любители пострелять. Лишь только расцветает канонада выстрелов, разрывает тишину. Встречают гуся, которые выходят с благодатной территории на кормежку в охоту угодья. Такие уголки, где по сути животные могут жить свободно, если бы человека в принципе не было. Ну, если вот вы сами видели, что основная масса животных, птиц на территории заказника, она практически не боится человека. Она не ждет от него никакой гадости, подлости, что ее кто-то может убить. То есть она чувствует себя здесь спокойно, защищенно. И она размножается, как бы общаются между друг с другом. Они живут в своей экосистеме. То есть как положено. Лиса гоняется за зайцем, заяц ест спокойно травку. По оценкам экологов, в Карасукской зоне идеальные условия для размножения птицы. Отсюда она разлетается по всему миру. Народ здесь издавна занимается охотой, потому что богата природа своими ресурсами природными. То есть и водоплавающей дичи хорошо в Карасуке, потому что много водноболотных угодий, можно так сказать. Внутри заказника стрелять нельзя, потому охотники и стоят на границе, где уже можно добывать птицу. Изобилие живности не позволит уйти домой с пустыми руками. Однако брать сколько душе угодно не получится. Закон ограничивает аппетиты. В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма добычи за сезон. 40 уток, 20 лысух, 3 гуся серого. Если этот человек норму отстреливает, разрешение он должен закрыть и сдать. А люди стараются, как бы сказать, не записывать. Много выезжает, много стреляют. И не записал, пронесло, пронесло. Не встретили, не наказали, не наказали. В следующий раз едет. А учет есть учет. Штрафы сегодня большие, до 4 тысяч рублей. Кроме того, по 700 рублей придется возместить государству за каждую убитую лишнюю утку и полторы за гуся сверх нормы. Но год от года, как говорят инспекторы, правила нарушают все реже. Лучше их соблюдать, чтобы уже спокойно. Это же отдых, можно сказать. Чтобы ни о чем не думать, все, путевка на месте, это на месте. Ружье зачеклено, как положено. На моторе поехало, ружье рядышком. Инспектор проверяет, есть ли разрешение на добычу природных ресурсов. Охотничий билет. Пограничники смотрят документы на въезд в пограничную зону. Милиция следит, чтобы оружие было оформлено по всем правилам. Найдут нарушение, ружье изымут. С рассвета только на этом участке проезжает 12 человек. Три из них отправляются домой с предписаниями о штрафах. К остальным претензий нет. Все в порядке? Все в порядке. Я сейчас его к проверке сделаю. По словам охотников, утку подстрелить проще всего. Ее поведение легко прогнозируется. Кряква глупее других пернатых. Гу считается добычей хорошей. Не каждому охотнику удача улыбается с ним. Они вечером приедут посмотреть, где он полетел. А утром они приедут стрельнуть. И он не полетит в этом направлении, он уже не полетит. Где его здесь, не дали ему вылететь. Он уйдет на километр, на полтора километра в сторону. И в другом направлении полетит. Его надо выпасти опять. Надо выпасти так, чтобы, опять же, было не в заказнике все это дело. За границей заказников. Стрелять на Карасукских озерах будут до октября. Пока птица не улетит. В среднем за осеннюю охоту поголовье снижается процентов на 20. Это не критично для популяции, уверяют инспекторы. А вот в апреле-майе, когда водоплавающие выводят птенцов, это настоящее бедствие для экосистемы. Охотоведы мечтают о запрете весеннего сезона и увеличении количества заказников на территории Новосибирской области, чтобы уникальное видовое разнообразие пернатых в нашем регионе только прирастало. Так прожил эти будни регион 54. А мы встречаемся на канале ОТС в следующие выходные. Позитивного всем настроения и легкого начала новой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова